Освободились строители, закончились игры кланов, да и ресурсы имеются, поэтому пора бы что-нибудь да прокачать, ну и посмотрим на изменения после перехода. Ну и на деревне строителя примерно такая же история. Всем здарова, друзья, с вами Тим, и это новое видео по рубрике «Не до начоу». Уже прошло прилично так времени после перехода, не заметил даже как пролетела неделя, но основные действия я совершил. Это, во-первых, поставил нормальную расстановку, ну хотя бы хоть какую-то, естественно, с дефом такого уровня я не буду нормально стоять в защите. Ну хотя, в принципе, против ТХ-9, да не, все равно будет тяжеловато, по крайней мере, пока у меня не прокачаны арбалеты и новые ПВОшка там, вот, например, новый МАК, Тесла, да много чего, короче говоря. Я фактически был ТХ-8 до выставления арбалетов, поэтому еще качать и качать. Давайте поставлю упрощенную базу и посмотрим, что я уже подкачал. Естественно, это забор, я его еще не зафулил, хотя могу это сделать, просто не спешу. Действительно, это легкая штука, которая качается прям, ну, очень быстро, по 200 тысяч, считай, стоит забор. И это очень легко сделать, по крайней мере, я не хочу заморачиваться с этим даже, потому что он и так вкачается, пока я буду прокачивать строение дефа, там, сборщики. Они, кстати, оказывается, не качаются. Ну, короче, качать еще очень много, по крайней мере, даже та же самая лаборатория. Тут качать еще за эликсир целую кучу всего, также банки. За тарк я вкачал только голема, в скором времени поставлю еще и кабана, и будет у меня микс гоу-хо, или, может быть, вкачаем гоу-хо, или же гоу-вави, с ведьмами что-нибудь поиграем. Но, конечно, хотелось бы еще вкачать лаву и шариков. В общем-то, я сейчас качаю миксы, которые популярны, и будем в скором времени эти все миксы тестировать. А так, из основного я бы сейчас поставил на прокачку, конечно же, лагеря. Один у меня уже скоро закончится. Да, сегодня еще два строителя освободится, поэтому, когда только они появятся, я обязательно поставлю два оставшихся лагеря. Ну, а сейчас у меня задача, наверное, подкачать немножечко забор. И, так как имеется дарк, я, скорее всего, потрачу сразу на двух героев. Кинга на 12 уровень, королеву на 6 уровень. Покупать у цыгана на данный момент нечего, так как я все основное, что мне нужно было, купил. Кто-то скажет, купи тренировочные зелья и продай, получи гемы. Но гемы пока что не нужны, поэтому я экономлю медальки, чтобы на следующей неделе уже закупиться. Ну, например, ресурсами на ДС, также зелье часовой башни купить. А если еще останется и будет желание, куплю зелье изучения и потрачу на лабораторию. Покупать кольца стен и тратить на прокачку за 200к, ну, как по мне, бред. Поэтому пока что у цыгана покупать ничего не буду. Игры кланов я прошел с двух аккаунтов полностью, поэтому пора бы собрать награды. Ну, вот давайте, ладно, здесь я смогу собрать тренировочную зельку, вдруг пригодится когда-нибудь. Тут, естественно, лопатка, колечки. Блин, ну 4 кольца, ну это ерунда, поэтому забор и так вкачается. Лучше получу гемы за это, они больше мне принесут пользы. Тут, естественно, вот это, потому что ресурсы и так тоже легко фармятся, тут очевидно. Ну и тут тоже, я думаю, никому не секрет, что заберется книга и руна, так как все это пойдет в прокачку. И на аккаунте, где никто и никогда не донатил, это очень нужно. Поэтому волшебные предметы потихонечку копятся и в скором времени будут потрачены. Основная часть тут волшебных предметов, конечно, на деревню строителя. Но есть книга, которая тоже будет в скором времени тратиться. Пока что невыгодно их тратить, так как, ну, королева, сколько там апается? Всего 12 часов, поэтому смысл? Вот реально, зачем? Так что, пока книги я не трачу. Да и на кинга тоже он апается максимум день. И пока что все апается быстро, недорого. Но при этом нужно не забывать заходить и ставить строителей по КД. Все лопаты я трачу, конечно же, на камни, так как я после создания аккаунта вообще эти редкие камни не удалял. И, как видите, я уже 5 лопат потратил на камни. Кто-то скажет, бред, надо было просто удалить. Но я хочу сохранить абсолютно все камни и собрать их в какой-нибудь куче. Но пока что, чтоб не мешались, я их собираю вот здесь и пускай стоят. На данный момент нужно где-то еще 3-4, да, 4 лопатки нужно еще. Приличненько, но торопиться некуда, тем более аккаунту где-то 3-4 месяца. И я, как и сказал, на ТХ-9 хочется побольше поиграть. Сейчас же я вам предлагаю немножко потратить золото и сгонять хотя бы в одну атаку. Немножко, если кто не знал, это сразу все потратить. Не, ну это гениально. Так, ладно, давайте еще тогда потратим. Ну, просто хочется докачать уже этот ряд заборинок. И в итоге, ну да, еще, конечно, качать очень много. Но, я как говорю, спешить не стоит. Тем более, еще в хранках, кстати, ресурсы были. Сейчас, точнее, скоро, мне пригодятся ресурсы только эликсир на лагеря. Дарк у меня уже есть, поэтому основные ресурсы я могу спокойно тратить и ни в чем себе не отказывать. Пока я проходил золотой пропуск, точнее серебряный и плюс игры кланов, я сидел в поиске. И скажу я вам точно, что подбор вообще не ухудшился, не улучшился. На данный момент игра думает, что я по-прежнему ТХ-8 и дает мне, ну, можно сказать, в основном ТХ-8. ТХ-9 попадаются, конечно, но там нет ресурсов и я их не бью из-за этого. А так, когда вот часто под бустом сидишь, то фарм появляется очень прикольный. А прикольно это примерно 800, миллион 200, по 6 тысяч дарка. Поэтому с дарком я вот заметил проблем, ну, по крайней мере, левлов до 20, я думаю, героев точно не будет. Дальше, конечно, цены подороже, но тем не менее, это не то время, когда раньше мы качали 30-й левел за 130 или за 150 тысяч дарка. Сейчас все намного дешевле, так что все будет прокачиваться проще. Поэтому я микс никакой не менял, да я в целом-то ничего и не вкачал, если вот так глобально взглянуть. Кроме как голема, а голема куда я, с чем я буду его использовать? С кабанами второго, ой, четвертого левла? Естественно, нет, поэтому, ну, пока лабу не прокачаешь, будешь использовать то, что есть, то, что имеется. Я пока что играю незамысловатым миксом, как я сказал, потому что банки не нужно какие-то специальные варить, просто зафигачил сюда целую кучу рейджов и все, играй как тебе удобно, как тебе комфортно. Закидываешь рейджи, быстро сносишь соперничков и все на этом. Даже, знаете, рейджи не жалко, потому что игра же стала бесплатной, ну, условно. То, что у тебя войскатер не стоят абсолютно ни копейки и это, конечно, и круто, и в то же время как бы и пофиг, вот. Уже все к этому привыкли, что раньше это было прям удивительно, все удивлялись, типа, что, теперь не нужны ресурсы, а теперь-то как бы уже все в порядке вещей, как бы заварил, пошел, проатаковал. Возможно, стало хуже, в том плане, что добыча стала проще, раньше же как бы это тоже подбивало, то, что не каждый же может столько добывать ресурсов и при этом тратить на микс. Например, в глобале играть миксом големы с ведьмами. Раньше никто себе этого позволить не мог, потому что дорого и зачем, если я могу дарк потратить в прокачку, а сейчас же абсолютно по барабану. Все, я вернул лигу, а это самое главное, ресурсы мне сейчас сильно не нужны, поэтому смело, смотрите, бамс, 16 тысяч, всего 16 тысяч, елки-палки. Что за цены смешные, тупо 3 атаки по 5 тысяч сделать и в итоге ты нафармил на прокачку героя. И, скорее всего, буду стараться я их прокачивать нон-стопом, ну, по крайней мере, надо будет их хотя бы сравнять, а уже потом качать нон-стопом. Но, как будет, так будет, по возможности трачу дарк, трачу ресурсы, так что, что будет, то будет. Так, выбираем ряд, и нам, конечно же, не хватит. По волшебным предметам у меня остаются, как я сказал, только на ДС. Руну я заюзаю, возможно, когда прокачаю хранилище дарка. А так, можем сейчас зелье для рабов использовать. Вот это дело вообще я просто продаю, потому что выгоды в ней никакой нету, в этой зельке. И, ну, на КВ я играть, наверное, не буду пока что, пока не прокачаюсь. И эти зельки очень часто даются, поэтому их не жалко. В лаборатории я, скорее всего, книгу потрачу на хогов, либо на то, что мне будет важно, и на то, что будет качаться очень долго. Хотя, смотришь на эти два дня и понимаешь, что это нифига не долго, и лучше покупать зельки. Итого, могу я вам предложить потратить ресурсы только на какую-то часть забора. Например, вот так вот убрать, выбрать ряд, и не вкачать такое количество забора, потому что нам не хватает, и поэтому я еще вспомнил про то, что мне нужны ресурсы на лагеря. И, скорее всего, я оставлю эти ресурсы. А сейчас же, в целом, я могу сразу же поставить лагерь. Потому что, что ждать, да? Это потратим сразу же, заюзаем зелечку, и через минут 15-20, скорее всего, я поставлю еще один лагерь. Ну, а пока я перенаправился на деревню строителя, тут тоже есть, что вам рассказать. Я примерно научился играть варварианцами, и для тех, кто писал, что, типа, рашерам будет тяжело, рашеры будут понижаться там, им будет тяжело апаться. Честно сказать, вот я уже на данный момент не замечаю разницы, потому что, ну, как бы, да, тебя сносят, но при этом и ты сносишь. Хотя бывают соперники слабыми, и, соответственно, все то же самое. Ничего не поменялось. У меня, что на основном аккаунте рекорд был 5600, и я сейчас там сижу на 5400, ну, условно. А на мелком аккаунте у меня рекорд 2548, и то в хороший момент попался. А я сейчас сижу, как бы, тоже почти на 2500, то есть по кубкам я сильно не просел, соответственно, играю комфортно для себя, соперник не такой уж и сильный, тем более я еще не прокачал варваров до 16-го уровня, а как только я их вкачаю, и плюсом, если даже еще на DS9 перейду, и вкачаю до конца каких-то юнитов, ну, или же открою, там, просто некоторые юниты, видите же, сразу же с определенного левла идут, и это упрощает задачу в прокачке. Я, кстати, не знаю, с какого левла у нас идут сразу же, например, визарды. По-моему, с 17-го. Или же это просто на основе у меня так было, то, что там остальные войска все зафулины. Короче, не знаю, но факт в том, остается, что прокачивать сейчас, по крайней мере, лабораторию стало попроще. Поэтому я не скажу, что очень тяжело будет прокачиваться на этом аккаунте. Что сейчас прокачивать, честно, не знаю. Я прокачиваю то, что мне приносит ресурсы. Например, сборщик, например, хранилище мне нужно будет потом со временем, чтобы поставить ДХ или еще что-то. Сейчас я поставлю на прокачку аванпост, а после того, как все это прокачается вместе со сборщиком, скорее всего, я поставлю сразу же два хранилища, если так получится, конечно, накопить. Но желательно, чтобы вот так было, потому что, оказывается, нужно и здесь хранилище апать, и тут. И после этого я уже заюзаю руну. А руну элика я заюзаю только тогда, когда у меня нужно будет что-то прокачивать в обсерватории. Так будет выгоднее. Я считаю, потрачу и на обсерваторию ресурсы, и, возможно, поставлю еще и машину. Ну и все. Вот как бы так у меня и развивается. Тут я, кстати, тоже все прошел. На основе тоже прошел. В общем, собрал абсолютно все награды, все, что есть в этом месяце. Все пройдено. Все прекрасно, все замечательно, все пошло в дело. Поэтому прямо сейчас мы с вами берем еще пачку варваров. Кстати, 15-х варваров, по-моему, на видео я еще не тестировал. Очень частенько начал я эксплуатировать на этом аккаунте не машину, а именно вертолет. Почему? Потому что он 15-го уровня сразу, и он будет в редких случаях мощнее, чем как раз-таки машина. Ну и тут не исключение, скорее всего, поэтому закидываем с угла и ждем. Как бы да, скучная атака, долгая иногда, но тем не менее будет профитная. По крайней мере, этого челика я постараюсь нести на 3 звезды и плюсом еще и аванпост. Но там я не знаю, что будет, может быть, там будет вообще жесткий какой-то деф, а может быть, он выставил все сюда. Так что не спешим. Самое главное, что я научился играть варварами, и это круто. Потому что раньше я скидывал варваров всех в одно место, быстро-быстро пытался как-то снести. И нет, это было неправильно. Это вообще было неправильно. Все-таки надо по 2-3 варваров максимум накидывать на одно строение. А вот на вот такие строения нужно вообще по одному накидывать и не спешить, а ломать бимбочки всякие. Тут мы можем скоро заюзать вот такое вот прожатие. Хотя зря. Да, я что-то не ожидал, что он сюда полетит. Но как бы ладно, сейчас у нас отвлечет... Опа, отлично. Один варвар отвлек дробильщика, и какой-то частью мы снесли. Все-таки центр. После этого мы накидываем огромную пачку варваров, так как нам нужно забрать шариков ПВО и так далее. И тем самым мы упрощаем задачу вертолету, который до сих пор у нас живет и помогает сносить эту базу. Тут же закидываем тоже варварянцев. И все, этого будет более чем достаточно, чтобы добить данную базу. Можно уже прожать, потому что в конце атаки вертолет сам прожмется, а тут мы как бы еще и профитно его прожмем. Поэтому все, этот первый район, первая стадия пройдена легко. А второй же район у нас тоже беспроблемный. Сами видите, что тут по строениям дефа. Все мега просто. Очень просто. Смотрите, закидываем с угла опять вертолет. Забираем тем самым ПВО, которое нам немножко мешается. Потом аванпост, потом дробельщика. И все. Изи. Просто изи. Реально. Вот проще не бывает. А на девятом ДС я смогу еще и... Ааа. Да, не смогу. Или на каком ДС я смогу исцеляющую фигню открыть. Я вот что-то уже даже и забыл, слушайте. Ну ладно, не суть. Короче говоря, когда я смогу открыть исцеляющую банку, прокачать ее, будет еще проще Рашеру прокачиваться. Давайте здесь, наверное, пахнем. О, я не успел. Блин, я думал уже третья стадия разыгралась. Ну ладно. Тут вообще абсолютно не важно. У нас есть время. Нам некуда спешить. Тут не играется уже на время, как раньше на деревне строителя. Так что я не парюсь насчет этого. Тут, чтобы упростить задачу вертолету, я заберу, пожалуй, одним варваром спорщик. И после этого заберем мы дробельщика. Тем самым упростим жизнь. Точнее, сохраним даже жизнь нашим варварянцам. А их так-то прилично. Поэтому потихонечку начинаем уже вот так вот забирать всякие теслы тут. Всякие нубские строения дефа. Ну и все. После того, как мы забрали с вами дробельщика, закидываем остатки варваров. Прожимаем машину. Изи. Просто изи с огромным запасом. Поэтому, я как говорю, играть на Рашере стало проще. А с фулломами варварами будет еще проще. Соответственно, тысячи три кубков, я думаю, апну легко. Поэтому сильных изменений я не заметил. И тем самым еще и соперник на меня проатаковал так же. Но у него и прокачка другая. И сами видите, что тут происходит. Бывает ноль, бывает двести. Поэтому как бы плюс-минус, как бы одно и то же, как и раньше. Меня раньше и так же сносили на три звезды. Но все равно профит в этом какой-никакой есть. То, что я прокачиваюсь быстрее. И хотя, может и нету. Все-таки шестой строитель теперь открывается на шестом ДС. Возможно и все это делается зря. Хотя, подождите-ка, что-то я не вдуплил. Раньше же тема была, что нужен шестой дом строителя. То есть, фактически сейчас нужен хоть как девятый дом строителя. И выполнять задания те же самые, что были ранее сказаны. Просто немножечко упростили их. Так как тебе можно выбрать, какого юнита прокачать. И какое строение дефа. То есть, как бы все равно рашерство будет профитное получается. Но тут спорно, конечно. Время покажет. Так как выводы какие-то делать, мне кажется, глупо. Тем более ДС появилась не так давно. А прошлая ДС существовала, ну, 3-4 года точно. Поэтому, да. Как говорю, время покажет. Ну, а сейчас давайте сделаем еще одну атаку. Просто ради интереса. Ради теста. Вот тут, да. Уже будет сложно. Обратите внимание, сколько ПВОшек. Сколько дефа. Причем очень прокаченного. И, скорее всего, я его уже не затащу. Но я все равно пытаюсь, стараюсь. Так что давайте пытаться вертолетстаром. Все же здесь есть один драбельщик. И его нужно нам как-то постараться быстренько забрать. Ну, я думаю, что это не составит труда. А потом мы уже направимся забирать Теслу. Башню лучниц. Короче говоря, центр. Весь, абсолютно. Весь центр. Ладно, давайте начинать потихонечку. Не будем медлить. Потому что это база, это основа. Если мы этого не начнем делать, то, скорее всего, вертолетстар нас просто погибнет. И профита никакого не будет в нашей атаке. Так, ладно. Тех варварянцев мы потеряли. Скоро мы заюзаем бомбочку нашей машины. И, скорее всего, даже сейчас будет профитнее, я думаю. Бамс. И мы нанесли урон и по Тесле, и по пушке, и по ПВОшке. Немножечко. Но, правда, ПВОшечку я бы забирал бы уже прямо сейчас. И чем быстрее это будет, тем лучше. Срочно быстрее. Ладно, закидываем варваров. Так, варваров всех закидал. По идее, нам сейчас самое главное забрать весь деф на землю. Да. Потому что, ну, на следующую атаку у нас, если что, есть машина другая. Вот. А варвары, как бы, помогут в этом действии. Ну, кстати, слушайте. Как правило, у кого сильная основная деревня, аванпост будет очень легким. Но тут, по-моему, чел либо перекачан, либо это, я не знаю, либо такой подбор идет для ражеров. Вот. Поэтому сейчас и сравним и посмотрим. Конечно, есть минус то, что я играю одними варварами. И это, наверное, самый большой минус. И поэтому есть в этом какие-то сложности. Я бы даже сказал, не какие-то, а капец какие сложности. Короче говоря, накидываем вот сюда. Вот, смотрите, машину. Ну, тем самым она у нас уже отхилится там благополучно. И все будет прекрасно. Будет жить, процветать. Но шестережки тут точно не будет. Ну, шестережка реально тут не залетает. Я что-то думал, будет слабенько. А тут и чайник, смотрите. И драбельщик. И двойная пушка. И караулка. Да, соперник попался такой неприятный. Сложный. Мощный. Поэтому будет тяжеловато. Окей. Давайте, наверное, караулочку будем забирать взрывом. Или как лучше забрать. Вот тоже иногда спорные моменты. По сути, урона не такого прям гигантского наносит эта фиговина. Но в то же время прожатие у этой осадки мне вообще не нравится. Потому что, ну, видите, что происходит. А, тут еще и Тесла. Это просто жестко, господа. Я не знаю, что с этим делать. Но это очень жестко. Так, ладно. Давайте сразу же закинем. Надо было, конечно, КД выждать. И после этого варваров закинуть. Но, скорее всего, ванпост я тут должен забрать. Тем более, есть уже почти второе прожатие. По-моему, ванпост будет легко забираться. Да. Но Теселок я уже, скорее всего, не заберу. Бамс. Накинули. Ну да, Теселки уже очень сильные. Очень мощные. Варвары погибают. Но две звезды есть, кстати. То есть, пять звезд. Но, скорее всего, меня, кто сейчас атакует, он возьмет на три звезды. Это вот главный минус вообще рашерства. То, что тебя забирают, как правило, всегда на три звезды. Но не забываем, что и раньше у меня то же самое было. То есть, фактически ничего и не поменялось. Поэтому нужно будет по максимуму прокачать войска. И после этого будет проще играть. Поставил я на прокачку еще один лагерь. И с лагерями, можно сказать, покончено. Скоро освободится еще один строитель. Я уже поставлю хранилище черного элика, чтобы со временем заюзать руну. И она принесла профит в прокачке лаборатории или же в прокачке героев. И, кстати, я задумался то, что если же все же строителя нужно открывать на девятом домике строителя, то формально сейчас все время прокачки увеличилось. И если человек будет фулить по-прежнему ДС, то до девятого ДС сколько он будет идти? Или же сколько он будет прокачивать все это? И каждое строение. Вот, например, на четвертый левел 8 часов. Но, тем не менее, добывать-то ресурсы тут намного сложнее. Потому что цифрыки очень маленькие. По 200-300 тысяч. А за атаку там дают по 30-40 тысяч. Сколько там дают? По 16-40. Ну, ерунда, короче говоря. Поэтому пока, я как говорю, непонятно. Рашерство все-таки профитно или же как обыденность. То есть, есть рашер, да и есть. Ну, нету, да и фиг с ним. Качайся по фулу. Но, мне что-то кажется и подсказывает, что все-таки рашерам будет все же попроще открывать шестого строителя. В общем-то, друзья, на сегодня рубрика «Не до ночи» будет заканчиваться. Следите за дальнейшим развитием этого аккаунта. А на сегодня все. Всем удачи, всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok